Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас снова на нашем канале, который ведет Юля Ру Флорида. И с вами сегодня снова Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды. Сегодня мы собрались в этом месте, чтобы показать вам очередной проект нашего любимого застройщика Dakota Construction Group. Они нам предоставили возможность показать этот дом. Дом зашел под контракт, но все же нам интересно посмотреть дизайн. Планировка дома похожа, но не совсем такая на тот дом, который мы снимали Наде и Дэвида несколько видео назад. Может быть, Юля поставит ссылочку, чтобы просто сравнить. Нам было интересно посмотреть решение, которое принял дизайнер интерьера внутри. Совершенно отличается проект. Добавлена площадь еще немного в этом доме, то есть вы это все увидите. А сейчас давайте мы по району. Находится в районе College Park, это даунтаун Орландо. До даунтауна буквально меньше двух миль, до Лейкеола отсюда. Это старый район, откуда начиналось вообще строительство частных секторов в Орландо. Один из старых районов. То есть здесь дома строились в середине прошлого века и ранее. То есть там спокойно можно найти дом 1926 года, 30-го года, 50-х годов. Очень популярный сейчас становится этот район. Недвижимость дорогая. По поводу этого дома, честно говоря, мне кажется, немножко недооценен был. Дом выставили за 1 295 млн, и он ушел сразу с рынка. В принципе, я думаю, что застройщик мог бы его выставить немного подороже, он также ушел бы. Почему я так говорю? Потому что, к примеру, вот эти соседские дома, я посмотрела приблизительную оценочную стоимость рынка. Вот этот маленький дом, здесь всего две спальни, одна ванная, оценен рынком 476 тысяч. Вот этот дом, напротив, тоже оценен в 486 тысяч. То есть вы представляете, какие цены в этом районе. Цены растут, и здесь нехватка новых построек, потому что уже нет свободной земли. И что сделал Дакота? Они купили старенький домик, сарайчик, очень маленький, там всего был 900 square feet домик. Он его снес и на месте того дома поставил новый. Цену я назвала 1 295 миллион, 5 спален, 4,5 ванных, квадратура дома 3685, в переводе на метраж 342 квадратных метра. Эчу ей здесь нет, но при всем при том, жители этого района настолько гордятся своими участками, своими домами, что каждый дом, каждый участок, даже пусть это старенький домик, всегда ухоженные, зеленые, цветы, кусты, все подстрижено. За травой ухаживают, за улицами ухаживают, кстати. Я заметила, что в этом районе, в колледж-парке ездят специальные машины, они как пылесосом снимают пыль, грязь с улицы. Где-то раз в неделю они проезжают по всем улочкам этого района. И что мне нравится на этой улице, посмотрите, этот дом находится в тупике, то есть здесь не проезжая часть. Сюда приезжают только те, кто здесь живут, их гости, почта, доставка. Это очень здорово. Пешком отсюда до ресторанов колледж-парка, здесь недалеко находится улица с ресторанами, магазинчиками. Буквально, честно говоря, ну 5 минут пешком идти максимум. Очень хорошее расположение. Размер участка 0,22 акра. И по налогу я, к сожалению, сказать вам точно сейчас не скажу, потому что налог на старый дом был 3200 в год. Возможно, этот дом будет около 10 тысяч в год. Давайте пройдем посмотрим. Пройдем. Фасад, кстати, похож. Видишь, он удлинен немножко вот в эту сторону, чем предыдущий дом похожего дизайна, что мы снимали, потому что у них достроена еще одна мастер-бедрум. У них две мастер-бедрум. Очень большая веранда. Заходите. Гараж на сколько машин? Гараж на две машины. Так интересно, перекрашена дверь с внешней стороны такого кирпичного цвета, а внутренняя сторона темно-серо-синяя. Что у нас на полу? Здесь вот решение. Видишь, плитка какая интересная на полу. Это входная зона. И сразу мы можем увидеть гостевой санузел, половинка санузла. Удобно, да? А, кстати, дверки здесь вот так вот открываются, закрываются. И вот так тянется все. И застроены двери, они называются карманные. Карманные двери. Покет. Покет-дорс. Дорс. Так, проходим. До того, наверное, как мы пройдем в общую зону, давай по очереди мы зайдем в эту комнату. То есть в предыдущем доме такого же прохожего проекта от этого же застройщика эта комната меньше, она как гостевая. Здесь сейчас вот используется офис, но эта комната, она шире, там ванная, и это считается одной из двух мастер-бедрум. То есть если, очень удобно, если, например, владельцы, достаточно пожилые люди, не хотят подниматься на второй этаж каждый раз, то они могут просто использовать эту комнату как их мастер. Слушай, прикольно, смотри, как тут все сделано. Вот стекло. Да, это их дизайн. Во всех ваннах они ставят высокие, и вообще делают очень большие душевые совместные с ванной, и высокое стекло ставят. Да. Слушай, наверное, единственный вот минус, да, как хозяйке, что это мыть тяжело, что скажешь? Или это далековато стоит от капли? Ты знаешь, нет, не тяжело. Я тоже думала, что это будет тяжело, но... Скажи, как обладательница. Не доходит капли, то есть... А, не доходит. Стекло практически всегда чистое. Если бы душевая была ниже, уже, тогда бы вода попадала, постоянно стекала. Но так, на самом деле, его проблем не нужно. Мне нравится, что окна с двух сторон здесь так... Ну, конечно, на окна вешаются жалюзи, жалюзи всегда вешаются уже новым хозяином. Здесь у нас небольшая кладовочка. Здесь можно полочки поставить. Санузел. Санузел. Везде двери, да, одинаковые карманы? Да, везде карманные дверьки. Очень удобно. Экономится очень много пространства. Так, здесь две раковины у нас. И что это, скажи? Гранит. Гранит. Симпатичный. Опять-таки, высокие зеркала до потолка. Да, 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 да. Это классно. Светильники интересные. Ну, дизайнер у них хорошо работает. Да, я лично знаю дизайнера. Она талантливая женщина. Молодец. Здесь... А, вот, вот, да. Как это? Трюмо? Или как это называется? Трюмо и две гардеробные. Так, гардеробные номер один. Причем похожего размера. То есть, женская, например. Одинаковый размер гардеробные. Так что... Не будет сложного выбора. Да. Как бы что достается. Ну, то есть, это все-таки как мастер. Конечно, смотри, покрашены проемы, принтуса. Здесь интересная цветовая гамма. Она как будто... Зеленцовая. Серая, зеленоватая, оливковая. Так, здесь, я уверена, находится кондиционер. Так, он и есть. В доме два кондиционера. Один работает на первый этаж, и второй на второй этаж. Интересный цвет дверей. Здесь мы проходим в гараж. Он еще не захламлен на две машины. Ох, цвет сам включается. Высокие потолки даже в гараже. Посмотрите, какие. Аккуратненькие. Здесь уже они делают встроенную систему сигнализации решения покупателей, пользоваться ей или нет. Но она уже есть. Это умная технология. Ну что ж, проходим. Эта планировка нам знакома, но, честно говоря, у меня такое впечатление, что здесь пространства больше, потому что мебель поменьше. Да, мебель намного меньше, и, кажется, больше пространства. По квадратуре похожее помещение, чем другой дом, который мы показывали недавно. Гранитные поверхности. Совсем по-другому смотрится, да? По-другому смотрится. Когда свет другой. Вот смотри. Совершенно разные цветовые решения. Опять-таки, знакомый дизайн вытяжки. Только он ее покрасил, да? Другого цвета. Другого цвета, да? Да, другого цвета. А здесь все в стиле. Вау, шесть комфорок. Газ на шесть комфорок. Классно. Это у них стандартно. Очень удобны эти высокие шкафы, хотя кажется, как вообще ими пользоваться. На самом деле, обычно на верхней полке ставится что-то такое, сервиз, который вы используете раз в год. Да, не каждый день. Есть лесенка, залез, снял. Но, по крайней мере, можно вместить очень много в эти шкафы. Опять-таки, умный холодильник, который варит кофе. Это тоже их фишка. А, фишка. Видишь, такие достаточно глубокие шкафы. С доводчиками, да? Очень много чего вмещается, с доводчиками, конечно. А что тут? Фартук какой интересный тоже. И подсветочка голубая. Да, подсветка тоже. Они делают во всех своих домах подсветку. Духовой шкаф и микроволновые плиты друг на другом. Вот этот так же, да, как у вас? И очень мне нравится. У них всегда хорошего размера кладовки. Пантря здесь очень большая. Вот сюда можно заглянуть, что-то поставить. Да, вообще классно. Полочки деревянные. И дверка. Смотри. Да, дверка уже немножко другого решения, видишь? Ну, у вас так же, да, она на колесах? Да, да. Как называется? Барн-дор? Барн-дор. Как нам говорили в переводе, это барная дверь. Амбарная дверь. Амбарная дверь. Амбарная дверь. То есть нам кто-то помог с переводом. Ну что, большой зал, открытое пространство. Ты видишь, все молдинг. Верхние плинтуса покрашены, молдинг. Верхние плинтуса покрашены тоже в цвет. В цвет. Классно. Очень интересно. Палы хорошие. А полы натуральное дерево. Я забыла, какие у вас полы? Тоже такого где-то цвета. Точно такие же, да. Точно такого же цвета. Беленый дуб. Что-то вроде такого цвета. Так, ну что, мы закончили с первым этажом. Здесь винная. Должно быть винная. Да, здесь бар можно поставить. И поднимаемся на вторую. Да, поднимаемся. Обратим внимание на лицо. Решеточка. Она по-другому покрашена, да? Здесь у вас решеточка темно-коричневая. Но она совершенно по-другому используется. А, даже сделана. Все, хорошо, поднимаемся. Сам узор решетки. Так. Здесь так называемая бонусная комната. Бонусная комната такая же? Она больше, да? Вот мне тоже что-то кажется пошире она. Это бонусная комната, из которой можно сделать вторую гостиную, например. Для детей. Да. Очень уютненько. Да. Очень. То есть, если вы хотите смотреть телевизор внизу, дети, не можете с детьми его разделить, очень спокойно вы можете сделать здесь вторую гостиную. Давайте, наверное, пройдем. Начнем с этого угла. Здесь постирочная. Ну, вы посмотрите, даже здесь какой интересный гранит. Если это гранит или мрамор. Гранит. И на полах тоже интересное решение. В каждой комнатке что-то свое. И что-то разное, да. То есть, это одна из спален. Ну, они решили сделать здесь офис. Показать это как офис. Да. Что это может быть офисом. Хорошо. Проходим дальше. Сам узел. Плиточка до потолка. Да. И так же здесь тоже все. Посмотрите, зеркало до потолка. О, на полах другая плитка. Интересная какая. Практически, да. Не повторяется дизайн. Далее мы проходим. Здесь, опять-таки, кондиционер. Это уже на второй этаж система. Здесь комнаты поменьше. Гостевые. Но это Jack and Jill. То есть, это две комнаты связаны одной ванной. Сейчас покажем. Так, что здесь? А, здесь вход. Вот. Две раковины. Душевая. Вот эту душевую уже сложнее мыть, потому что на нее напрямую попадает вода. И это уже посложнее, да? Ну, приходится попотеть. Либо приходится платить кому-то, да? Да, обе спальни с достаточно большими гардеробными. Так, сейчас покажем. Здесь в гардеробных они решили не заморачиваться. Сами делайте полки. Делают сами, да. Гардеробные и жалюзи с новой владельцей. Делают заказ там. Как хотят. Для меня это лучше. Я бы хоть нормальные полочки поставила, а то они вечно какие-то. Ну, да, конечно. Вот это основная хозяйская спальня, мастер-бедрум. О, красиво. Светлая такая. Много окон. Слушай, мне прям нравится. Мне нужно мою перестраивать. Помнишь, я говорила? Да, да, да. У меня еще руки не дошли, но мне вот хочется... Там ковры у тебя не те, да? Ковры не те еще. Они мои любимые. Они старше меня. Узбекские ковры, я не знаю, куда их хоть еще выкинуть. Да, выкинуть, конечно, никогда их не выкину. Это память, но я бы хотела сделать ту комнату именно вот в такой цветовой гамме. Я потом буду смотреть это видео. Да. И решать. Когда буду покупать обстановку для комнаты. Так, сразу видишь, она такая большая получается, светлая. Да. Хотя размер комнаты одинаковый. Ну да. Так, здесь у нас вот эта гардеробная больше, чем там. Да, вот здесь уже такая. Поэтому это гардеробная для девочек. Ну, непонятно, конечно, когда я захожу, какой размер. Но вот здесь, смотрите, что есть. Они достаточно обе большие. Зеркала. Да, и это тоже нормального размера, но это уже для, скорее всего, мужчины. Ой, посмотри, как интересно. Вау, вау. Вот какой. Слушай, ну, вот это уже мрамор, я думаю. Да, мраморная плитка. Боже мой. Красота какая. Очень красиво, богато смотрится. Ох уж и дизайнер, смотрите, какое. А, вон туда еще тоже вставила. Посмотри. Красиво. Очень красивая цветовая гамма. Красивая плитка. Оливковый цвет. Оливковый цвет. Фасад. Шкафов. Да, фасад и шкафов. Они же повторяют. Мне нравится цвет гранита. Посмотри, он матовый. Да. Очень здорово. Класс. И тоже ведь нашли, да? Я не поняла. Или они его немножко покрасили. Он тоже какой-то оливковый. А у него есть целый огромный поставщик гранита. Там такой выбор. Такой выбор, что можно подо все подобрать, да? Класс. Тоже все. Зеркала до потолка. А свои светильники тоже в каждой комнате разные. Отличаются. И в каждом проекте у них. У них вообще интерьер не повторяется ни в одном проекте. Супер. Ну, конечно, полы может быть такие же. Ну, понятно. Где-то они темного цвета, где-то они светлого цвета. Но они просто используют одного и того же поставщика, потому что это очень качественные полы. Ну, да. Просто они цветовую гамму меняют под каждый проект. Ну, что? Мы прошли по второму этажу. Да, теперь спускаемся, да? Сейчас посмотрим, что у нас ждет на заднем дворике. Да, задний дворик. Интересный момент. Вот опять смотри, здесь видны соседи. Да. К сожалению, это участь городов. Если вы не хотите видеть соседей, тогда это лучше уже покупать ферму. Знаешь, как мы вышли с этого вопроса, с каким решением? Здесь можно посадить бамбук, который не распространяется. Есть несколько видов бамбука. Мы нашли именно тот вид, который не пускает стрелы по всему соседству. Тогда соседи будут недовольны. И вот так вот стеной этот бамбук сажается. И у нас уже, например, соседей уже практически не видно бамбука распространяется. Он же быстро растет. Да, он очень быстро растет. Классно. Я бы тоже обязательно посадила. Здесь очень здорово проводить вечеринки. Вот так вот раскрываются двери все. Да, слушай, это удобно. Так, что мы заходим? Ты пытаешься найти, где здесь можно войти, да? И можно ли? Нет. У меня такое впечатление, что, может быть, это помещение и больше, потому что двери больше немножко. А, ты смотришь по дверям? Да, в другом доме только двойная дверь, а здесь, видишь, тройная. Получается, это помещение больше. Видишь, нам не казалось. Я сейчас не смогу сказать, я могу только спросить. Вот, Луна. Сейчас мы попробуем открыть. Очень легко открываются раздвижные двери. Новые. Так, проходим. Что мне нравится, что здесь под навесом. Под навесом, конечно. Здесь нет солнышка. Опять-таки место для кухни. О, да. Для летней кухни, пожалуйста, вот уже все подведено. Ставьте. Посмотри, какое интересное решение с забором. И какое дерево. Какие они молодцы, что они не стали дерево пилить. Да. Потому что этому дереву, ну, минимум 200 лет. Да, это точно. Смотри, какое оно старое, красивое. Да. Ух ты! Смотри, какой баллон большой. Газовый, да? Это газ. Это газ. Интересно. Я просто первый раз такое большое вижу. У нас такого нет. Интересно. Как накопительный, что ли? У нас как бы газ, он просто труба. Не совсем поняла. Мне тоже интересен этот вопрос. Я спрашиваю. Ну, слушай, смотри, какое место пропадает. Что здесь можно сделать? А? Тоже, да? Что-то? Игровую площадку для детей можно поставить детскую, да? Ну, бассейн здесь точно в месяц. Смотрите, хотя размер участка похож на предыдущий проект, который мы показывали. То есть, что там 0,22 акра, что здесь 0,22 акра. Но расположение самого участка, это более горизонтальный, тот более вертикальный получается. То есть, там мы смогли поставить и бассейн, и гостевой домик. Здесь только бассейн. Да. Ну, бассейн вполне. И много пространства, кстати, для всего, что угодно. На самом деле, мне немножко не хватает какого-то сада-огородика, знаешь, где бы я... С тяпочкой? С тяпочкой, где бы я могла зелень какую-то растить. Да, поэтому здесь вот, пожалуйста. Можно это сделать. Ну, вот тебе вот смотри, какой замечательный участочек для этого. В общем, вполне себе хороший участок. Мы тоже там сделаем мини-гольф себе, целое поле, понимаешь? Ну да, небо больше не надо было, честно говоря. По участку у меня нет вопросов. Ну, соседи, смотрите, конечно. Ну, опять можно что-то посадить, и вам не будет видно вот соседские крыши такие. Ну, господа, это реально очень старый район. Ты никуда просто не денешься от соседских домиков другого типа, построенных сто лет назад. Но они будут переделываться со временем все. Они все равно будут переделываться, но знаешь, что интересно, многие дома, где я была здесь, старые постройки, там, 1950 года, многие из них внутри. Ты заходишь, ты просто вау, ты не ожидаешься, когда видишь дом снаружи. И многие люди, они не хотят сносить ничего. Им нравится вот этот стиль маленьких там стареньких домиков как бы снаружи, а внутри у них уже все, ремонты переделаны. И новые кухни, и ванны, и полы, что хотите. То есть очень много отремонтированных домов. И я не удивлюсь, если мы зайдем в любой из этих соседских домов, он будет очень даже симпатичный внутри. Понятно. Что у нас еще есть сказать по этому дому? Если еще вопросы, ну, а как обычно, вопросы, из чего сделан блок и второй этаж, деревянный каркас. Так строится все во Флориде. Вроде бы я сказала по всем цифрам здесь. А вот такой вопрос. Сейчас вот часто спрашивают, мы из России, возможно ли финансирование сейчас? Нет. Это нужно постоянно уточнять у брокеров, которые занимаются финансированием. Правила постоянно меняются. Сегодня можно, завтра нельзя. И очень много факторов, которые влияют на финансирование. Большинство сейчас отказывают. И не только России, а некоторым близлежащим странам отказывают финансирование. Но я разговаривала с моргач-брокерами. Один сказал, что, например, да, у нас сейчас есть один лендер, который дает, но там нужны какие-то условия, какие-то факторы влияющие. Во-первых, у вас должна быть действующая виза в Америку. Во-вторых, у вас должен быть открыт банковский счет в Америке на ваше имя, куда вы будете посылать средства на покупку и откуда они уже будут переводиться в титульную компанию при покупке дома. Там очень много факторов, поэтому я всегда советую связываться с профессионалами. Правила постоянно меняются. Это как акции, биржа акций, понимаешь? Сегодня у них одни правила, завтра другие. Сегодня одна процентная ставка, завтра она выше, послезавтра она снизилась. На этом рынке нужно держать постоянно руку на пульсе, но да, есть возможности финансирования. Это не будет большой выбор лендеров, но все равно это возможно найти, но нужно следовать некоторым условиям, которые они запрашивают. Но надо сказать, что у нас есть эти специалисты, также, пожалуйста, обращайтесь. Есть специалисты, которые работают, да, и до сих пор говорят, что могут найти финансирование в России. И первоначальный взнос минимум 35%. Минимум, да. Ну, опять-таки, да, первоначальный взнос должен быть достаточно, 35% не менее, виза действующая и счет в американском банке. Так что, ребята, обращайтесь, конечно, мы работаем с отличными специалистами, мы вас всегда сведем, они вас проконсультируют, консультации бесплатные. Будем надеяться, что вы будете одним из наших покупателей, мы вас очень ждем и любим. На этом мы прощаемся, пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok